Октябрьская Орвика Идем сегодня в Орвику, просто так прогуляться, прокатиться Просто развеется, заодно покажу какая Орвика в октябре Идем сегодня в Орвиках 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 Уличный туалет на площади. Самый уродливый скульптур в Эрмланде. Самый уродливый скульптур. А вот что мне нравится, кстати. Что-то я не видела, по-моему, это недавно. Вот. Не курите типа того. Наверное. Или что это? Похоже было на сигарету. Хэндель Серко Торгет. А, это недавно. Да нет, это ручка. Ручку держит. Железнодорожная станция. Ярн Сташун по-шведски произносится. Ярн Вэг с киоском. Железнодорожный киоск. Решили заглянуть в ряды кошек. Это секонд-хэнд. Это секонд-хэнд. Но мы уже сытые приехали, покушали в другом ресторане. Поэтому, да, конечно, всегда здесь останавливаемся. Это вот даже не реклама. Это просто мои впечатления. Это город художников. очень везде тут внизу выставляются художники таких вот частных как мини-музеи или что-то снимают помещение о вот скульптурка но вот решили зайти вот пустой зал художники выставляются известные в основном малоизвестные сален херкан шопаны так можно купить эти работы думаю чем не нравится рвик это что город художник я же сама художница пожалуйста тянет композиции старых обоев интересно графика вот 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 Интересно же от композиции старых обоев. Дорога в городской парк, непередаваемый аромат какой-то. Леса, даже не леса, вот именно этих деревьев. Осенний парк в Орвике. Уточки, фонтанчики. А вот тут я, по-моему, ни разу не была в этом месте. Что за памятник? Сейчас пойдем посмотрим. Пэр Андершан. Индустрийман, коммуналман. Ага. Ну, это, наверное, был областной индустриальный начальник какой-то, шеф или бизнесмен. Пэр Андершан. Коммуналман. Коммуна – это, значит, государственный орган управления областной. Значит, это был все-таки какой-то чиновник местный. Ройер. Косули, по-нашему. Шведы – яркие любители природы. И вот у них везде вот лось, косули. О, мусорка. Местная мусорка. Это на случай какой-то дурак, наверное, упадет за борт. В смысле, с берега. Вот. Спасут. Жирненькие уточки. Какой-то мальчик на камне. Наверное, я снимала когда-то. Это забыла уже. Может, какие-то обновления. Вообще, раз в год иногда можно снимать. Что-то новое. Привозно припределывают. Что-то еще и не видела. Девочка на камне. Вот осень, октябрь. А все как-то вроде так еще и не совсем пасмурно. Все приятно. Можно погулять. Музыка. 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 В Швеции тоже лес продает полно. Тут в основном лес, наверное, и есть только в Швеции. Идог! Водка сдог! Идог! А варферы в ведре, короче. Сорин говорит, сегодня водочный день, а мы что-то не пьем. Сегодня в Швеции оказывается, как его называют, три праздника. Канельболлер, это булочки из каннели, с каннелью, водочный день, что-то мы не пили сегодня водку, но булочки из каннеля ели. И еще сегодня день животных. Сорин говорит, Сонин Дог. Это означает Сонин день сегодня. Надо ей купить что-то очень вкусное. Падают, падают, падают желтые листья. Ну и пусть зато прозрачный свет прозрачней. на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Песенка такая у меня в голове играет. бихус это пчелиный домик для диких пчел в парке мед оттуда никто не берет сами не едят пчелки все для людей как говорится все для пчел место локации конечно иногда менять нужно надоело вот у нас гулять около нашего дома в лесу вот сюда приехали погулять по рвикскому так сказать парку думаем когда совсем старенькие будем когда сорин водить уже не сможет машину то переедем вот наверное в этот городок художников потому что здесь магазины рядом и так далее автобусы вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Домики на курьих ножках какие-то, только для персонала. Ну, конечно, кто ж туда зайдёт. Смотрите. Даже входа нет. Это что-то, видимо, такое они тут. Ну, типа вот... Это же парк. И как-то они вот это старые... Какие-то домики там вот... Вот что-то такое интересное придумывается. Вот это что, например... Ага, смотрите. Пустышки. Напартиль канинон. Пустышки для кроликов. Не знаю, что это такое. Ну, что это приколист? Остатки старого моста почему-то не ликвидировали. Возможно, ради романтики. Музей работает только летом. Ах, какие всё-таки домики на курьих ножках. Сказочные. Не говори с ненавистью во рту. Нет, пожалуйста. Всем уже, наверное, надоела эта война и всё такое. В 2002 году вот по такой отметке здесь была вода. Поставили памятник. Шинатаун. Китайский ресторанчик. Цветные флаги. Ну, куда ж без них. Помню, в первый мой приезд в Швецию я вот здесь вот фоткалась. Прям вот мужичок напоминает моего Сорина. Ну, без шляп, конечно, и без костюмов. Что-то, что-то символичное.